В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я, Виктория Сащенко и корреспондент информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и, как мне кажется, достаточно интересным. Сегодня в выпуске. Трудовая акция по озеленению и наведению порядка на территории Бреста стартовала. Особое внимание городским улицам и дворам, скверам и паркам, прибрежным зонам и местам массового отдыха у воды. По следам субботнего интерактива председателя Брестского горосполкома Александра Рогачука в течение двух дней проблема жителей улицы Набережной была решена. Об этих и других событиях областного центра прямо сейчас. Месячники по благоустройству в Белоруссии традиционно проводятся весной и осенью. В этом году трудовая акция по озеленению и наведению порядка на территории Бреста стартовала 13 марта и продлится до 28 апреля. Особое внимание городским улицам и дворам, скверам и паркам, прибрежным зонам и местам массового отдыха у воды. В санитарной уборке принимают участие представители субъектов хозяйствования, трудовые коллективы, учреждения и организации, школьники и студенты. Активно стартовал месячник в московском районе Бреста. Наш корреспондент Ирина Ольшова отправилась к москвичам и убедилась, что даже весенние капризы природы не могут помешать намеченным планам по благоустройству и наведению порядка. Согласно разработанному плану мероприятий по наведению порядка на территории города Бреста, в московском районе созданы и работают 8 рабочих групп. В их составе сотрудники ЖЭСов и санитарных служб МЧС Управления внутренних дел. Задача – проведение рейдов и проверка санитарного состояния территорий, закрепленных за субъектами хозяйствования. Только за 2017 и за два месяца 2018 года составлено 2778 предписаний и 137 административных протоколов. Предписания выписываются, осуществляется контроль их исполнения. Если не исполнили, значит административные. Учитывая вот эту разницу, значит масса субъектов хозяйствования выполняет требования рабочей группы, значит рабочая группа работает эффективно. От Партизанского проспекта до Гродненской и от Московской до Орловской. Территория обслуживания жилищно-эксплуатационной службы номер 7 города Бреста. Здесь проживает почти 11 тысяч человек. Это сотни домов и десятки организаций, субъектов хозяйствования. А еще парковая зона и частный сектор. Мониторинг территории, на которой ты работаешь, он дает очень много результатов. Мы где-то указываем на недостатки, которые проявляются. То же самое реагирование свое же ощущается довольно быстро. И все же таки эффект от этого есть. Граффити на стенах и заборах, расклейка объявлений в несанкционированных местах – только часть головной боли сотрудников ЖЭСа номер 7. А еще в связи с закрытием мусоропроводов в подъездах многоэтажных домов на первый план выходит проблема обустройства контейнерных площадок для сбора бытовых отходов. Особый контроль за санитарным состоянием территорий, закрепленных за субъектами хозяйствования. Работать еще нужно, потому что не все так гладко, как хотелось бы, конечно. Потому что отдачи хотелось бы больше от субъектов хозяйствования, чтобы они как-то больше и активнее участвовали во всех этих процессах. У нас отлажена работа и система ЖКХ. Но надо заметить, что на сегодняшний день деньги, которые идут на содержание территорий и перечисляются коммунальным службам, они же могут пойти совершенно в других направлениях. На социальную защиту населения нашего, на обеспечение образования, здравоохранения. В системе образования к благоустройству собственной и прилегающей территории относятся ответственно. В учебно-педагогическом комплексе номер 9 на улице Московской чистоту и порядок поддерживают и педагоги, и учащиеся. Даже весенние капризы природы не остановили намеченную по плану работу по наведению порядка. Как отмечают педагоги УПК номер 9, ребята сами поддерживают чистоту и порядок, а наставники только помогают им в этом. Наши дети самые обыкновенные, просто они любят жизнь, любят радоваться всему, что видят. Они видят труд своих родителей, труд педагогов, которые вкладываются сюда, и поэтому бережно относятся ко всему, что видят вокруг. Дети принимают участие в благоустройстве территории школы, и когда ты сам создаешь, тебе не хочется разрушать то, что сделано твоими руками. И здесь, конечно же, не без помощи и родителей учащихся. Поэтому вместе мы одной командой стараемся работать над этим вопросом, и поэтому вы видите результат благоустроенной территории школы. Особая гордость учреждения – малая архитектурная форма в виде слона. Ее автор – третьеклассница Есения Семенчук. Юный дизайнер сама выдумала и воплотила в жизнь проект. Слон – не только украшение, но еще и поливочная система, а также объект для игр. Идея Есении удостойна первого места на районном конкурсе исследовательских работ. Она выбрала нашу школу экспериментальной площадкой. Дети, конечно же, это оценили, оценили это взрослые. Ну а мы, в свою очередь, очень рады, что наши старания и наши труды оценивают дети по достоинству, ибо дети являются основным индикатором наших правильных действий. Своими правильными действиями учащиеся средней школы номер 6 города Бреста считают благоустройство родной школы. Убрать мусор после зимы, обустроить игровую площадку и прыжковую яму – задача для ребят вполне по силам. Это особый микрорайон, это микрорайон частных построек, это Киевка, на которой, в общем-то, в первую очередь растет хозяин. И в этом чувствуется и в наших учениках. Единственное, что мы привлекаем учеников вместе с педагогическим коллективом. Вот и сегодня у нас день труда, день благоустройства нашей территории. Работают наравне и ученики, и педагоги. В порядок приводится не только территория школы, но и близлежащие улицы. В школе с сентября 2017 года успешно внедряется инновационный проект по волонтерскому движению. И ребята из отряда «Добротворец» всегда в гуще событий. Долг каждого человека – это помогать своей природе, помогать близким, даже совершенно незнакомым людям, потому что природа нуждается в охране, в защите. В наше время каждый как-то загрязняет ее, и мы должны помогать ей. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска «Букинформ». По следам прямой телефонной линии. В минувшую субботу председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук провел общение онлайн с жителями областного центра, ответив на 29 вопросов. Субботний интерактив вновь озадачил мэра города жилищными вопросами, ремонтом и обслуживанием домов, благоустройством дворовых территорий. Вопросы не глобального характера подчеркнул руководитель Бреста, но каждый для обратившегося человека весьма важен, а его решение актуально. Как быстро решаются эти вопросы после распоряжения градоначальника, смотрите в материале Ларисы Осмолович. На горячую телефонную линию к Александру Рогачуку обратилась брещанка Валентина Кирик с просьбой дать ей и ее соседям, не во всем доме, лишь в двух стояках, возможность пользоваться горячей водой, которая отсутствует с октября прошлого года. После проведенной замены труб, ответ мэра был мгновенным. Вы домой пустите к себе? Ну, пусту. Ну, хорошо. Тогда мы договоримся так, вот начальник городского ЖКХ вместе с телевидением, вам приятно, мы снимем все, посмотрим и заодно потом, как говорится, узнаем все причины и устраним. Сказано, сделано. Съемочная группа нашего телеканала вместе с генеральным директором городского ЖКХ отправилась разбираться с проблемой. Радушная хозяйка и в дом впустила, все показала и рассказала, и в подвал сопроводила. Разбирается женщина в системе водоснабжения, достаточно неплохо, но не настолько хорошо, чтобы все исправить самостоятельно. Обращались и в ЖЭУ, и в ЖЭУ, как пустили, вот новые трубы проложили, пустили в октябре водой, и у нас большая проблема с водой. У нас есть и идет... С горячей водой, как я понимаю. Да, с горячей. У нас нету горячей воды, только теплая или утром, вечером вообще ледяная. Надо или греть, или тонны ее спустить. Вот, обратились, может кто поможет, найдут какого специалиста, который разбирается. Да, действительно, без горячей воды и ни туда, и ни сюда. А если она отсутствует в течение полугода, и никто не принимает меры, и к мэру дозвонишься. Сказал, что решат эту проблему. Будем видеть. Надеемся, что кто-то поможет. К сожалению, проблема существует, она обязательно решится, нерешаемых проблем не бывает. Тут надо просто сработать нам два ведомства, наше и котельное хозяйство. Часть работы уже проведена по решению данной проблемы для регулирования постоячного. Мы отработаем еще с нашим предприятием котельного хозяйства. Этот вопрос, я думаю, он решится буквально недели-две. Данный вопрос может быть решен. И он будет решен однозначно. Видите, в соседних квартирах горячая вода есть. Проблема существует только по двум стоякам первого и последнего подъезда. Поэтому есть такая проблема с циркуляцией горячей воде. Мы ее обязательно решим. Вопрос будет закрыт окончательно. Слова Игоря Годуна с делом не разошлись. Были подключены специалисты двух служб в ЖРЭУ и котельного хозяйства. И в течение двух дней проблема была устранена. Ранее на соседних домах в рамках капитального ремонта были ликвидированы тупиковые схемы горячего водоснабжения, которые были изначально там предусмотрены. То есть проблему, 50-летнюю проблему мы решили. Но, к сожалению, эти работы привели к тому, что увеличилась нагрузка на наружные тепловые сети, что привело к снижению гидравлической устойчивости. Нами совместно с Брестским котельным хозяйством одновременно были выполнены технические мероприятия, в том числе и замена насосного оборудования на центральном тепловом пункте. И в настоящее время вопрос с обеспечением качественного горячего водоснабжения у жильцов данного дома полностью решен. Констатируем, срок устранения неполадок составил два дня. И это с учетом выходных. Так стоило ли дожидаться распоряжения мэра города? Вопросы риторические. Следует отметить, что проживающие на набережной в доме 4-1 благодарны Александру Рогачику безмерно. Это тот случай, когда слова с делом не расходятся. Завершилось благополучно. Уже в понедельник к обеду у нас была вода. Аварийная стояла, котельщики приезжали, наше все начальство и воду запустили. Мы очень рады. И очень большое спасибо Александру Степановичу, что оказал нам помощь. Конечно, стыдно, что не могли справиться со своими силами, но надо, чтобы кто-то за нас беспокоился. Мы ему очень благодарны. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. Меньше месяца осталось до масштабного мероприятия. В апреле город над Богом примет гостей и участников форума выставки «Деловых контактов» Брест-2018. Инициатива появилась три года назад. И с тех пор только набирает обороты и популярность. Расширяется география и охват. Все чаще по итогам встреч заключаются контракты. Больше людей проявляет интерес к семинарам, тренингам и презентациям. О том, каких нововведений ждать от форума в текущем году, сколько предприятий уже подтвердили свое участие, а также где найти программу, узнала наш корреспондент Анастасия Стропко. Форум-выставка «Деловых контактов» пройдет в Бресте в третий раз. Предыдущие два показали. Интерес есть, результативность тоже. В 2018-м организаторы обещают эффект усилить. Программа масштабного мероприятия расписана не на один день и охватывает множество направлений. Одна из самых красочных и масштабных частей выставка в этом году соберет не менее сотни участников. Важная особенность в текущем году – треть экспонентов иностранное предприятие. Порядка 30% выставочных площадей будут занимать иностранные участники с Российской Федерации, с Республики Польши, с Украины. Мы рады, что наш форум пользуется популярностью уже за рубежом. Сами иностранные компании в нас выходят, хотят представить свою продукцию, так же, как наравне с нашими предприятиями. Есть в программе целый цикл мероприятий, посвященных инновациям. Организатор – Брестский научно-технологический парк. Участником может стать каждый. В день открытия будет представляться технопарк для посетителей и гостей форума. Начиная с недели до форума, то есть понедельника по пятницу, у нас будут проходить недели инноваций, в рамках которой как наши резиденты, так и все желающие смогут презентовать свои идеи. И по итогам недели, уже на одном из дней форума, мы будем представлять лучших предпринимателей, стартаперов, резидентов технопарка, которые могут презентовать свои идеи потенциальным инвесторам, участникам форума. Широко будет представлена банковская сфера. Будет проходить деловая беседа с международными банками. На сегодняшний день уже есть подтверждение о том, что банки приедут сюда. И для наших субъектов хозяйствования это будет один из шансов получить информацию полную по кредитованию, по возможным участиям в каких-то проектах. Не останется без внимания в свете введения безвизового режима и туризм. Также состоится контактно-кооперационная биржа, аукцион по реализации недвижимости, показ новых коллекций одежды и награждения за достижения в области качества. Подробную программу, список участников и много другой полезной информации можно найти на сайте инициативы www.brezdefizforum.by Анастасия Стробко, Андрей Щерба, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Сегодня сложно поверить в то, что пару лет назад создание молодежного патриотического центра в Брестской крепости было лишь идеей, запечатленной на бумаге. Три года подготовки к реализации проекта, затем три года строительства и, наконец, долгожданная сдача объекта. День завтрашний молодежного патриотического центра в Брестской крепости. Центральная тема обсуждения на областном форуме Белорусского республиканского союза молодежи «Время вперед». Начало форума состоялось в формате открытого диалога на территории армейского клуба Брестской крепости, где в роли экспертов выступили представители государственных структур областного военкомата «Инициативная молодежь», воссозданная по крупицам атмосфера клуба и задала тон рабочей встречи. Дискутировали о том, каким образом сегодня воспитывать современную молодежь, чтобы она была также предана своей родине, как поколение победителей. Сейчас в социальных сетях, в интернете можно найти много информации. И она такая разнобокая и не всегда правдивая, что мы все равно должны усилить эту работу по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и направить в то русло, которое было, чтобы не пересматривали, и чтобы не стыдно нам было перед нашими прадцами и прадедами. У нас в школе проходят всякие собрания, куда приглашают. И раньше мы приходили и смотрели, как заступают другие дети. И у нас появилось такое желание. И когда ты стоишь на посту, у тебя такая гордость, и ты несешь такую ответственность за покой погибших защитников. Без прошлого не может быть будущего. И я горжусь, что я несу вахту памяти Брестской крепости. Я горжусь своими предками, которые сражались за Брест. Участники форума почтили память павших в боях сражений защитников цитадели, после чего познакомились со знаковым объектом. Делегаты стали первыми посетителями центра и познакомились с планируемой организацией работы секции и объединений в нем. Три основных направления. Первое хочу сказать, что он планируется как филиал одного из учреждений дополнительного образования Брестской области. Поэтому и направление будет согласно Кодексу образования и по дополнительному образованию. Это направление, в первую очередь, военно-патриотическое, экскурсионно-туристическое направление и, так скажем, спортивно-техническое. Конечно, приоритетное будет военно-патриотическое направление, то есть это поисковое движение, у нас уже успешно оно развивается, и мы дальше будем развивать. Это движение военно-исторической реконструкции. Это работа с военно-патриотическими классами. Сегодня сложно поверить в то, что еще три года назад это место было руинами. В прямом смысле слова разваливающееся здание было признано аварийным. Сегодня же в комплексе созданы все условия для проживания и питания, а дизайн интерьера, строгость форм и лаконичность целостного облика помогает погрузиться в атмосферу прошлых лет. Три года мы его реализовывали, так скажем, всем миром, потому что работали и на субботниках, участвовали в трудовых акциях, и в рамках областного субботника средства перечислялись на его создание. И сегодня мы говорим уже о том, что строительные работы завершены. Сейчас остались там уже, так скажем, организационные моменты в плане определения и передачи областной коммунальной собственности. То есть, в принципе, он уже завершен. К майским праздникам он в полной мере начнет свою работу. Особо почетно и приятно, что официальное открытие молодежного патриотического центра состоится в объявленной президентом республики год Малой Родины. Поговорим о здоровье. Большой профилактический проект «Здоровое сердце. Залог успеха» продолжается на Брещене. В городе Надбугом и районе в 2017 году в его рамках диагностику прошли 2000 человек. В 2018-м охват планируют существенно увеличить. И деятельность в данном направлении набирает обороты. На текущей неделе специалисты проверили состояние здоровья работников селекционно-гибридного центра «Западный». За ходом обследований понаблюдала и съемочная группа телеканала «Бук-ТВ». Тему продолжит Анастасия Остробко. Очередная акция проекта «Здоровое сердце. Залог успеха» состоялась на базе селекционно-гибридного центра «Западный». Основные направления деятельности предприятия – производство и реализация мяса, а также выращивание племенного молодняка. Расположен центр в Брестском районе. В настоящее время здесь трудится порядка 1300 человек. Около 150 из них воспользовались возможностью и проверили состояние своего здоровья в рамках акции. «Мероприятие проходит в рамках реализации областного плана мероприятий по профилактическим проектам, в том числе «Здоровое сердце. Залог успеха», который утвержден заместителем председателя области полкома Величко Олегом Ивановичем. За 2017 год доктора, кардиологи, офтальмологи, эндокринологи, неврологи, валиологи и терапевты посетили семь предприятий Бреста и района. В 2018-м цифра должна быть выше. В планах минимум один субъект хозяйствования в месяц. Специалисты отмечают на акцию. Люди приходят охотно, вопросы задают по существу. Единственная проблема – не всегда за тем следуют советам и рекомендациям. Многие покупают сейчас тонометры, измеряют дома, давление уже начали измерять сами. Поэтому они обращают на это внимание и уже приходят с вопросами, они задают эти вопросы, они много спрашивают. Они, вы знаете, даже, можно сказать, подкованы. Уже люди читают о том, к чему приводит холестерин. Они очень жестко спрашивают, а вот такой-то показатель к чему может привести, а вот этот показатель на что может повлиять. Поэтому я считаю, что уже мы пришли к той стадии, что они сами хотят узнать состояние своего здоровья. Уверены в пользе и эффективности подобных мероприятий и руководители предприятий. Директор Центра Западной Александр Захаркевич планирует пригласить специалистов и на другие объекты. Конечно, считаю это важным, потому что надо людям задуматься о своем здоровье. И когда к нам Геннадий Иванович обратился, мы сразу откликнулись на это. И много людей наших откликнулось. Я думаю, там вы в коридоре видели, сколько людей. Мы их не накапливаем, там по 20-25 человек вроде бы они сюда заходят. Ну, много людей желающих для этого. Я считаю, это очень правильно и нужно. Я на следующий год хочу, прошу их, чтобы они у нас еще сделали такое мероприятие в отделении Радваничей. Это находится 60 километров где-то отсюда. И людям, я думаю, тяжеловато сюда добираться. В нашей стране это и мировая тенденция. Болезни системы кровообращения занимают ведущее место среди причин смертности. В Бресте районе зарегистрировано без малого 87 тысяч случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Мероприятия в рамках проекта «Здоровое сердце. Залог успеха» направлены на их профилактику и раннее выявление. Ведь чем раньше замечена проблема и точнее поставлен диагноз, тем благоприятнее прогноз и проще лечение. Анастасия Стропко, Эдуард Букнович и Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. 27 марта во всем мире отмечается День театра. Этот удивительный вид искусства объединяет в своей многогранной деятельности большое количество профессий. Люди театра верны своему делу, потому что только искренностью и неравнодушием можно захватить зрителя, погрузить его с головой в мир пьесы, в мир образов и чувств. Брестский академический театр драмы в этом году не просто присоединился к крупномасштабному празднованию. Впервые здесь прошла Ночь театра. Наш корреспондент Анастасия Наздрин-Плотницкая смогла оценить масштаб торжества сценического искусства, музыки, света, красоты. Город засыпает, просыпается театр. Несмотря на то, что первая в истории театральная ночь проходила в будний день, желающих лично посмотреть на удивительный мир большого искусства оказалось немало. Вообще необычно. Интересно узнать. Ну не обычная постановка какая-то, а поучаствовать еще в каких-то других предоставленных здесь возможных мероприятиях. Брещане поддержали международный праздник День театра, которому и была приурочена необычная программа, довольно активно и даже креативно. В фойе театра встретились разные эпохи, разные культурные традиции. От современности до Амплуа 18-19 веков. У нас сегодня стилизация исторического костюма примерно на конец 19 века. И такая немножко парадная, как ходили в театр наши брещане более 120 лет назад, 150 лет назад. Так что мы как раз олицетворяем сегодня историю. Программу «Театральная ночь» администрации удалось сформировать таким образом, чтобы каждый зритель смог открыть для себя что-то интересное, незабываемое. И просто провести вечер в теплой и уютной обстановке. А жизнь такая упрямая, и все решает за нее и за ней. Дай мне руку душами, у меня хватит сил помоги, на твои. Музыкальные площадки, экскурсии по закулисью, технология работы сцены, освещение зала, нюансы сопровождения. Гостям мероприятия сотрудники театра показали, насколько интересен и ответственен процесс создания спектакля. И как много в нем занято специалистов. Сколько человек спрятано и сколько человек работает на то, чтобы спектакль действительно удался. Сколько людей работает со звуком, сколько людей работает на включение-выключение различных штанкет, опускание занавеса, движение сцены. Для того, чтобы на сцене действительно был праздник и для того, чтобы на сцене действительно был какой-то сюрприз, тайна и искусство лилось в зал. Театр начинается с гардероба, а хороший спектакль с подготовки костюмов. Брещане с удовольствием примеряли на себе амплуат театральных персонажей и делали это со вкусом. Такое приобщение к театральному искусству, по мнению гостей праздника, это еще и отличная работа над собой. Развивает уверенность, харизму. Я считаю, для мужчин это, если не главное, то одно из главных качеств. За один вечер гости мероприятия смогли открыть для себя многогранный мир театра – искусство, не знающего границ. Праздник приобщил к этому чарующему действу достаточно большое количество брещан. Сплотил их в едином культурном порыве. Теперь уже каждый из тех, кто побывал на мероприятии, будет с еще большим нетерпением ждать новых репертуарных постановок и антреприз. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Это были итоги недели на Бук ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50 и утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте, 54-63-67. Мы вас услышим. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании book.tv, а также на нашем канале в YouTube. Прямо сейчас о погоде. На ближайшие дни я, Виктория Осаченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 1 апреля территория Беларуси окажется под влиянием теплой воздушной массы, поступающей с юга Европы. В Бресте пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, днем юго-западный. Температура воздуха минимальная ночью 8-10 со знаком плюс, максимальная днем 13 градусов выше нуля. 2 апреля погоду будет определять циклон, перемещающийся через территорию Беларуси на Псковскую область. В областном центре пройдут осадки, дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер сильный, порывистый с западного направления. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 2-6 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин